алё так минутку как у вас там алё вам видно, нет? ой-ой-ой-ой-ой-ой видно? видно, да, Игнать ну вот так слушаю вас ну-ка двигайся сюда ниже, послушай да я откажу ну садись ну садись, что я говорю и говори садись здрасьте, с новым годом добрый день, всего хорошего ой, слышно как здорово дай-ка палец Игнатий, это наш пароль палец а что там, плохо видно ой я не вижу а что там? а как у вас палец пострадал? а-а-а он все уковырялся, отломился на морозе понятно, вы где живете-то? вот здесь мы живем Озерск Челябинская область Урал Челябинская, понятно так, слушаю, у нас все записывается выставляется в интернет вы не против? нет, не против все, говорите, пожалуйста я я конечно хотел благодарность выразить вам в том, что вы дополнили мое сомнение которое было воцерковляясь оставляется какой-то вариант непонятности писания двузначность смысла а посмотрев ваши лекции послушав вас я убедился что как и вы же в шестьдесят каком втором году прочитав первые три строчки и определили, что да, это слово Божье да оно как-то странным образом ложится на ум человеческий и как и благодать нельзя и как и таинство покаяния нельзя передать другому ощущение да нельзя же это сделать один другому человеку а что именно нельзя ну ту благодать которую он получает исповерзавшись ну это смотря как допустим вам Господь открылся что священное писание святая Библия это истина от Бога вы не просто можете а обязаны сказать другому по любви к нему а как можно сказать человеку вот у меня сын с парашюта прыгнул три раза а я ни разу не прыгал и как мне понять его ощущения он говорит пап здорово полет такой эйфория ну а как передать то ощущение которое он испытал видимо так же там нельзя там нельзя а здесь можно это душа ей не надо никуда прыгать она молится незримо поднимается на высоту душа незримо мыслями своими а там надо на самолет садиться сравнение не подходит здесь нужно делиться радостью что он спас умер за вас пролил кровь я это понимаю а вот мои друзья которые говорят ну мы завидуем тебе ну так немножко прямом таком смысле что ты понял ты услышал бога как нам это сделать а как это объяснить как объяснить человеку надо искать молиться придите ко мне все труждающиеся обремененные надо прийти я успокою вас говорит господь господь успокаивает как через душу влияет на него считай слово божие молись другого то пути нету и смиряйся отстанет всякого греха и чтобы ты был услышан у тебя должны быть милостыни молитвы пост вот три условия это 10 глава деяния апостолов говорит молился корнилия явился ангел а дальше призвал петра и весь дом обратился хорошо вот отец мой нашел икону сейчас скажет видно ли я вижу повыше молитвы это Никола Чудотворец наверное я Никола Чудотворец я сначала во сне увидел его когда проснулся потрясен был он мне вот так приснился и потом улетел а где где нашли-то икону эту я потом сейчас помаленько не так же видно я вижу 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 хорошо и что ну я своей сказал она так вроде не увидела не узнала сначала подумал что Иван креститель а потом когда немножко качупался ну какой же креститель креститель молодой был пожилой Николай угодник а потом иду он иду с работой дождик а там канал копали а раньше было кладбище и на дереве висит вот такой замазанный задрипанный весь слышен там да? да да я думаю наверное может иконка я ботиночки снял себе босиком дошел до дерева снял при дереве посмотрел все закрыто все замазано ничего не видно я принес домой ну я и думал что не совсем уверен что это та икона а потом взял кипятка налил сюда соды и стираю а потом подогрев это тот дедушка который я во сне видел вот он ко мне ну а сейчас вот например но это об этом наверное говорить нельзя вы к священнику в храм сходите и покажите икону может быть осветить надо ее осветила ну что вопросов нету я и там был там у Филина Николая Угольникова церковь и у нас тоже он скорый помощник в бедах Никола Чудотворец наш ходатай перед Богом вас как звать отца как звать Иоанн Иоанн а вас Дмитрий Дмитрий Иванович да Дмитрий Иванович Менделеев да Дмитрий Иванович 30 лет родился в Донской а сколько отцу лет отцу 80 будет в июле дай бог ооо дай бог 80 лет я слушаю вас какие у вас вопросы меня ветхий завет интересует давайте насколько он важен для полного понимания Слова Божьего начальному выцерковляющемуся человеку надо ли с него начинать как глубоко надо начинать с познания в этом деле вот такой короткий Иисус Христос говорит 5 глава 39 стих Евангелия Исследуйте Писание ибо через них вы думаете иметь жизнь вечную а они Писание свидетельствует о мне в то время не было ни Евангелия еще далеко до Евангелия речь шла только о Ветхом Завете Соломон говорит так 30 глава 5 и 6 стих вы бы записывали это все и он говорит так всякое слово Господа чисто всякое а это за тысячу лет до Христа еще было и поэтому не прибавляй к словам его чтобы он не обличил тебя и ты не оказался лжецом а участь лжецов озере огненным апокалипсис 21 глава 27 стих необходимо с первой главы начинать читать сразу же в первый день потому что на это будет ссылаться уже апостол Павел мы считаем как Бог сотворил Адама как он впал в искушение согрешил а апостол Павел говорит в Адаме все умирают видите как а как бы мы узнали об Адаме если не считали Христос говорит так вспоминайте жилу Лотову а как бы мы его вспоминали если бы о ней не слышали то это Ветхий Завет и дальше вы чадо Авраамова а как знать чадо Авраамова когда не читаешь про Авраама дальше потоп Господь говорит как было перед потопом пили ели женились так будет перед пришествием Сына человеческого а какой потоп если мы не считали нам надо вернуться в первую книгу то есть по порядку все Новый Завет является продолжением на более высокой ступени Ветхий Завет является нянькой для человека нянька нужна нам была ну как не нужна без няньки то мы бы умерли нянька как мать кормит вроде ухаживает и прочее так что Ветхий Завет закон был нянькой где-то водителем ко Христу можно я вас искушу немножко вопросом Ветхого Завета давайте в чем была проповедь ноя в том что будет потоп покайтесь придет потоп покайтесь Господь сказал 120 лет то есть рассчитано было через 120 лет будет потоп ну люди жили по 950 лет но так как они не покаялись Бог сократил на 20 лет через 100 лет начался потоп а чего ждать то допустим в России Бог дал 30 лет для покаяния после коммунистического режима но проходит 25 лет люди не понимают не каются и Бог обрезает следующий или в этом году война начнется как говорят вот и все достукались мы не воспользовались драгоценным временем я к примеру говорю я вам все таки уточнить в чем заключалась в действии ноя непосредственно в его действии что он делал именно это действие было проповедью для язычников для всех тогда все были язычники богоизбранного народа еще не было все до одного а это в дальнейшем 2896 наречий вот сколько так вот именно он не разговаривал проповедь ноя не была в слове она была в строительстве ковчега строительство ковчега в пустынном месте люди говорили ты что делаешь он говорит завтра узнаете Бог сказал что будет потоп они говорят уйми старик или кем он там был наверное уже старый был это мы предполагаем такого не написано предполагаем конечно это было свидетельством согласитесь человек строит такую махину в пустыне все говорят что будет завтра он говорит завтра будет потоп здесь вот это его слова то и есть проповедь его слова то и есть проповедь когда он говорит он же не молчком делал вы же наставите что писание было вот там ничего о словах его нету если я не ошибаюсь по божьему указанию четко в локтях измеренная ладья ковчег и он строит и вокруг язычники спрашивают что происходит для чего ты это делаешь он говорит хотите спасти мы договорились что именно это проповедь была дальше что еще какой вопрос еще какой вопрос при переходе реки я не думал что вы выйдете на связь честно говоря Иордана наверное нет не Иордана Яков Яков совок там был да переходили реку и там упомянулось что он перевел одиннадцать своих сыновей а про дочь Диану не указано не указано не указано и что не указано в счет не берется женская линия и когда Господь накормил даже в Новом Завете говорит не считай жены детей а почему не считаешь жены она более прожорлива чем мужчина а не считая вернословно идет мы говорим мама родила а там не было муж родил Исаак родил Якова по мужской линии только велось по женской не велось а сколько было дочерей мы не знаем у Адама только сыновья известны вообще ни одна дочь не упоминается а откуда люди ну они женились на родных дочерях на родных сестрах у Адама и у Адама в изголовье лежит, с самого начала. То есть, у Авраама мог быть сын с ненормальной головой? Нет. Я говорю о сегодняшних. Он нормальный, он благословенный Богом был. Господь говорит, от него произведу великий народ. Вот этот великий народ, персы, откуда мы видим Иран, Ирак, это все оттуда идет. Я был в Иране. Сим, хам и афет. Сим, это семитские народы, антисемитизм, это еврейский народ. Хам, это черный континент, и афет, это белые русские, это португальцы, все до конца идет. Этот и афет поселится в шатрах Симовых, то есть, уверует в израильского Бога Иегову. Вы считаете, что мы должны знать, как православные христиане, мусульман, как близко к нам живущих людей, то есть, они же будут жить среди братьев своих, так сказано, постоянно рядом с нами. Сегодня ночью я получил письмо из секретариата, президента Российской Федерации Путина. Он на форум, я уже выставил его. Я писал, обратился к президенту, к патриарху Кириллу, чтобы помогли мне войти в Турцию. Мы там в Турции были позапрошлом году, прошли. И от них попасть дальше в Сирию, и пройти в ИГИЛ, к боевикам. Я просился туда. У меня есть особая программа работы. Они усы убьют, зарежут. Я на это пошел. Я стал проситься. У меня особая программа работы с ним. Я нигде не нарушаю их заповеди. Мои деды еще были с мусульманами, то есть, они к ним заезжали. То есть, у меня очень хорошее отношение с ними. Мы были в Баку, в доме мулы ночевали, в мечети молились, в комнату динамаза, где мы христиане. Заходили, совершали крестное знамение, молились, все как надо. Я прошусь, и не знаю, какой ответ будет. На ответ пришел благодарственный, что мы заботимся об урегулировании вопроса. Вот я только ночью сегодня получил письмо из резиденции секретариата Путина. Так что мне этот вопрос очень близок. Я специально, у меня 38 книг вышло, один том посвящен мусульманству, Корану. Это 750 страниц. Я полностью весь Коран разбираю по сурам и аятам в сравнении с Библией. Что говорит Библия по этим темам? Я не нападаю. И что за 1300 лет было о них сказано? Какими поэтами, писателями, политическими деятелями? Это очень капитальный труд. Хорошо. Я, может быть, в этом русле и хотел бы разговор провести, что такое пророк Магомед, что он все-таки получил откровение от чего? Это их спрашиваете. Это тема Мухаммад. Магомед, правильно, Мухаммад. Мухаммад. Коран, Аллах, закрытая тема. Я проповеду и Христа распятого. Для меня это табу. Я написал один раз и отошел. На эту тему не разговариваю. Хорошо, ладно, закрытый вопрос. Я христианин. И поэтому для меня святая Библия. У нас пророк. Какой пророк? Придет пророк Илья Инох. Для нас высшее, что есть, это вера в Иисуса Христа. Я свидетельствую о себе. Меня Бог послал с определенной целью. Идите по всему миру и проповедайте Евангелие, не Коран. И разбирайте его только на бумаге в кабинете своем. Тут я разобрал и высылал в печати. Ни один мусульманин слова не сказал против. Что святые отцы об этом говорили? Кто такой Мухаммад? Там все сказано. Вы зайдите на наш сайт и открытым оком 18-й том скачайте. И вы там найдете все. Хорошо. Серафим Саровский говорил, ум ваш должен плавать в Евангелии. Да. Что он в виду? Ваш ум плавает в Евангелии? Пропитан. Пропитан евангельским духом. Иногда спрашивают, как-то различаете духов, пророки. Имейте дар разрешения духов. Как? Говорит он, по Богу или не по Богу? Вот только что сегодня мы просмотрели один ролик «Будущее Украины». И там один выступает. Я сейчас мог бы даже назвать его кто. Сейчас прям секунду. Минуту так глянуть. Значит, не работает. Вот. Сейчас я посмотрю. Вот. Роман Демидов. Роман Демидов. Вы зарядите библейское пророчество на Украину. Да. Вы зарядите в Ютубе библейское пророчество на Украину. Ну вот. Что об этом сказать? У меня ролик будет завтра написан на эту тему утром. А в воскресенье рано утром я его выставлю. 21 номер называется. На нашем Ютубе бываете? На канале. И на канале вы увидите. И увидите. А вот это, что с вами разговариваем, это на той неделе, на следующей вы увидите этот ролик. Он будет выставлен. Мы говорим о хороших, о божественных вещах. Ага. Ну, задай вопрос какой-нибудь. Он не имеет. Отвлекай. Ну, почему еще отвлекать? Я хотел бы, чтобы отец поговорил. Он у нас, мы с ним так вот, в таком... Ну, пожалуйста, пожалуйста, пускай выскажется. Я выслушаю с удовольствием. Нет, спасибо. Спасибо. Слава Христу. Пока подумает. Так, что я еще хотел спросить. Время человеческое и время божественное. Это разные вещи. У Бога счет другой. Один день, говорит, как тысяча лет. У Бога вне времени. И время это условная единица. Никто не знает, как оно появилось и как кончится. В откровении написано, и времени больше не будет. Мы можем понимать так, все часы мира остановятся. Это все условно, что час, минуты, секунды. Это все условно. Это мы так придумали. Время нельзя ничем измерить. Но лет человеческой жизни 70, при большей крепости 80. А что означает вечность? И что означает мука в аду? Это никто не знает. Кроме того, что так туманно в житиях святых освящено. Потому Павел говорит, глаз не видел, ухо не слышало и на сердце не приходило. Что Бог приготовил любящим его. Это нельзя описать. Я с одним разговаривал. Он говорит, вот у нас, говорит, сравните воробей. Вот он такой ржавленый. Он тоже красивый. И возьмите павлин. Одна красивейшая птица. Но разница есть же. Так вот, говорит, на небе я видел, когда там воробей. По сравнению с нашим павлином, настолько же выше его по красоте. Ну, то есть, имея в виду, самая низшая птичка так выглядит. Там все по-другому будет. Там нет запаха тлена. Ребенок умер. Умер, говорю, родился, от него как пахнет. Это все запах пеленок, тлен. Тлен, смерть. Все смертное. Мы говорим, он возрастает. А мы должны сказать, он приближается к смерти. Три дня прожил ребенок, уже три дня оторвал от общего срока, который ему назначен. Вот тогда понятно будет. То есть, время для нас, когда вот я до выцерковления говорил, а я не знаю, сколько сейчас время. Это, наверное, вот то ощущение, когда тебе без разницы, какое сейчас время человеческое текет, если ты задумываешься о вечном. Это то же самое. Там смысла вообще не имеет никакого. Для Бога. И тогда болезнь, которой болеет наша страна и церковь, трусость и корысть отойдут от тебя. Мы должны приготовить себя к смерти. Как Солженицын говорит, шагнул за порог тюрьмы и скажи, я пришел умереть. И все, сдохла собака. Ни один КГБ-шник, ни один вертухай с тобой ничего не сделает. Чего ты смертью пугаешь? Сейчас встали в Думе, отдел федерации, я слышал, будто бы решает вопрос, ввести смертную казнь в России для террористов. Так они как обрадовались. Наконец-то, чтобы нас в тюрьмах не держали. Мы готовы умереть. Для нас это высшая радость. Их этим не испугаешь. Вот так вели себя первые христиане, как Георгий Победоносец, считаем мы про них, Варвара Великомученица, Екатерина, Вера, Надежда, Любовь. Как они перед Богом, перед императорами стояли. Все трепетало вокруг. Огонь. А сегодня только сказали, чуть-чуть ребенка отнимут или что. И крылья опустили. Ты никого не бойся, с тобой Бог. Яка с нами Бог. Покоряйтесь, языцы. Хорошо. А тот вариант, когда идет, например, массовое гонение христиан, и под видом, что ты тоже хочешь спасаться, люди бегут туда, чтобы под общим убиением попасть в рай. Вы как это смотрите? Это было такое. Но церковь запретила. Это 5 марта. Житие святой Доросиды. Было такое. Император Адриан. И он вышел в табличку, доминая там печь разожгли. И написали, христиане, избавьте нас от того, чтобы мы искали вас. Приходите и в печь бросайтесь. И приходили сами в печь бросались. Вот такое дело. Нехорошо. Да. И церковь запретила. Считайте, житие Гурия, Самона и Авива об этом написано. Я жития все начитывал на нашем сайте в аудио. Моим голосом начитано. А сейчас выставляет его на нашем ютубе. Жития. Как зайдете, видите внизу, жития. Моим голосом насчитанная. Это 1173 жития будет. А вы не боитесь поехать сейчас в Турцию или куда вы собираетесь? Я, я, я. Как, как, любой человек я могу сказать, что я и боюсь, и все. Когда меня судили, но я сидел за барьером. В 86-м году меня последний раз трепала власть. А освободили-то по помилованию, а не это, не амнистии, ничего не было, а просто наступило время такое. А реабилитирован был только в 92-м году. И вот я когда вернулся, я написал все, я везде все записывал и вынес записи. Как что было, как, какие были думы, как молился там, как преступники каялись, обращались. Все у меня описано в книге «Для Слова Божия нет уз». Она на нашем сайте называется «Для Слова Божия нет уз». Как на это смотреть? Как Господь повелевает? Я спрашивал, вот я сидел, когда за барьером, сейчас решетки, а тогда просто так открыто. А полный зал наших было, братьев-сестер. Как я вел себя со стороны? Ой, говорит, как вы вели себя смело. Вот КГБшники тут, судья, прокурор. Ой, я говорю, если бы вы знали, у меня все внутри сжималось и трепетало. Я боялся, сидел. Почему? Потому что с одной статьи на другую могли перевести в два раза больше срок. У меня работа остановлена здесь. Но нигде не было видно. Из-за того, что внутри было, Бог не судит. Главное, что внешне, то есть не отрекся. Нигде. Вот что главное. Это я не скрываю это, да, я грешный, страстный, боязливый. Но превозмогаем силой возлюбившего нас Христа. Он поборает этот страх. Я говорю, чтобы поехать в Сирию, к тем боевикам, которые там ИГИЛ-то захватили власть. Я к ним прошусь хотя бы на год. У меня программа особая. Ухаживать за больными, там быть где, молиться. Ну, я высказал. Просил патриарха Кирилла, чтобы он походотайствовал перед Путиным. Потому что без правительственной помощи не пройти. Мы прошли вот с Евангелием. Там книги раздавали. Мы прошли Турцию, прошли Грецию, переплыли в Италию. Дошли до Лиссабона, Португалия. Потом вернулись, все страны прошли. Книги отправил в Великобританию. Прошли в Скандинавию, Прибалтику. Это наш путь такой был. Четыре года мы закончили в этом году. То есть вот в 15-м году север прошли до Баренцева моря. Вот как. Мы знаем, что это такое. И с мусульманами встречались, и дорога, и везде. Где мы молимся? А рядом мусульмане, я могу на 100% сказать, они в обиду нас не дадут. А говорили, вот они такие, я никого не оспариваю. Вы знаете, но с нами поступали по-другому. Мы были три раза в Чечне. Как нас там встречали? Как были мы в Дагестане? Там только что убийство священника было. И стоять на улицах не с автоматами, а со снайперскими винтовками. Там очень тревожная обстановка в Дагестане. Но нас, узнав, кто мы такие, нас затащили буквально в магазин. Они нас всем завалили. Что вам надо? Помидоры, воды, все сыру дают. Почему? Бог. Бог так делает. И о мусульманах, особенно о Турции, это большая страна все-таки, какие они добрые, какие они хорошие. Но они Христа не знают. Мы старались всем показать, что такое христианство. За нами ничего нигде не было. Мы ни в чем не повинны были. И поэтому то, что они к кому-то относятся, это я не оспариваю. Но к нам не сработало это. К нам относились как к родным и близким. Вот и все. Еще вопрос можно? О венчании. Вот отец у меня 80 лет невенчанный с мамой. Я с женой тоже невенчанный. И сын у меня 23 года тоже невенчанный. Вопрос. Насколько это плохо? Плохо. Церковь считает это блудом. Невенчанный брак церковь не признает. Если оба они... Поэтому надо повинчаться, хотя бы в старости. Пойдите к священнику, пойдите в храм. И там вам все расскажут. А зачем тогда венчание, если можно невенчанно жить? Невенчанно это блудная жизнь сегодня, гражданский брак. Это блуд. У нас тоже родители были невенчанные. Потому что ничего нигде не было. Так что мы знаем, что это такое. А пришло время, повинчались, все. Еще вопрос. Купание, крещение впереди. Языческое верование. Не купаться. Это языщество. Никакого отношения к спасению это не имеет. Еще простынешь да заболеешь. Сколько угодно от таких случаев. Зачем это нужно? Если ты моржуешь, привыкшись закаленный, тебе разницы нет, ты можешь 18-21 купаться. Крещение. Полное должно быть погружение. А в церкви сегодня сплошной обман идет. Чуть мокрой ладошкой задел, крещен. Это не крещение. Это профанация крещения. Должно быть трижды. Вот у нас мы деревню православную строим. Каждый год летом собираются люди. Нынче были там и с Краснодара, и там от юга, с Франции даже были. С Германии прилетают. Священники не хотят крестить. А у нас полное погружение в озере. Священник сходит по грудь, в воду стоит и крестит три раза погружение. Вот так должно быть. Мы согласны. Вот мы были на Иордане пять лет назад. Он уже сейчас мелкий. Вот такая глубина, где мы были. Можно так вот сверху накинуться. А было раньше глубокий. Видно, что берега пока не отмывает. Был бы глубокий. Неужели спасение человека вот такой муки трижды? И неформально мне это... Я не то, что я за то, что полное погружение было. Но есть же местности, где это очень, во-первых, тяжело. Зимний период тяжело это сделать. Это неправда. А зачем тебе зимой на улице? Сделайте баптистерий, сварите бак. Мы говорим, за 300 лет после разделения старообрядцы всех толков ни одного не мощили. Только в полное погружение. И зимой и летом крестят. Мы что, хуже их? Баптисты, адвентисты, яговисты, там всякие разные еретики. Все крестят только в полное погружение. Нам зачем смотреть на тот разврат умов, который посеяли в церкви? Во всех книгах, во всех требниках, которые священники держат, написано в троекратное полное погружение. Нигде не написано, чтобы ладошкой бить. Это безумие просто. Люди-то некрещеные. Умирают некрещеные. Попы обманули их. Хорошо. Перед крещением, если нету собеседования с новоначальными, это тоже плохо? Плохо. Если не было собеседования, ты должен сам был читать Евангелие. Ну и что, что он не руководит? Это ничего не значит. Никакой роли это большой не играет. Никого не было. А Евангелие для чего? Ты берешь, читай и уверовал. Батюшка должен спросить перед крещением. Понимаете ли вы, что делаете? Обязательно. Отрекаетесь ли вы от сатаны? Да. То есть это будет как экзамен, где и способность человека, что он собирается сделать в данный момент. Это экзамен. Видите, что я миссионер, проповедник, 53 года. Я вел занятия в пяти университетах, в десятках школ, во всех отделах милиции, воинских частях, на заводах и фабриках. И в университет приходили разные люди. У нас к окрещению подготовка шла 500 часов академических. Мы проходили весь Новый Завет, противосектантские материалы, книгу песни-песней, молитвы, все. Вот такая подготовка. 500 часов, 500. Они 20 минут там побеседовали. А после этого экзамен. В церковный совет собирается, отвечает на вопросы. Кто подал заявление, им два дается поручителя, которые отвечают. И тогда после этого мы голосуем. Сколько человек подаст за и против, это рекомендация священнику. И однему относим, а священник уже решит, кого допускать. И несмотря на это, еще сколько человек уйдет в мир опять. А где эти люди сейчас? Как бы узнать, что с ними после такого дотошного, вот вы зайдите на наш сайт, просто зарядите в Ютубе, не в Ютубе, а в Яндексе или в Гугле. Так, я сейчас вам скажу, что это сайт во свете Библии. Или Игорь Лапкин. И там вы увидите, увидите книги и 15-й том открытым оком. Там все написано. Люди сами написали, как они пришли, и где они находятся. 15-й, 16-й том. Это уже... Давайте вопрос, Алина. Вот Христос, Христи Божий, нас в Террибе, и в Свету Браз, но я все понимаю. А когда доходит наш Бог ради Родися, в Отечестве нашем прекрасный Бог. Мне кажется, сплошная ошибка здесь в этом словосочетании. Не наш Бог, а Сын Бога ради Родися. и никакой не красивый и не наш, а ради Родися, предвечный Бог. До вечности был Бог, а Он сейчас возрождается. Правильно понимаете? Это слава глупства. Видите, ведь сказать слова эти нужно в контексте всегда. И вот говорится, предвечный Бог, Бога нельзя родить, потому что Он вечный. Но Церковь так приняла, и мы так и поем. предвечный, то есть прежде всякой вечности Он Бог был. Не вечный, а предвечный. Видите, и надо в контексте смотреть, и как Церковь приняла, не отрицать этого. Нет. А там, ну, я со слов Бабы, что говорит, наш Бог ради Родися. Мы не имеем права приучать, что Он именно нас. Бог просто, все, Сын Божий ради Родися. Это правильно. Он ради нас, пришел и восчеловеченство. Ради нас, по любви своей, сошел с небес. И через приз на Деву Марию, Богородицу, Он воплотился и плоти и кровь принял, чтобы победить дьявола. Это евреям, 2 глава, 14 сих, говорит об этом. Как дети, причастны плоти и крови, и Он воспринял оное, дабы смертью своей лишить смерти, имеющего державу смерти, то есть дьявола. Иначе Он умереть-то не мог. Вот так написано в Святой Библии. Кого больше всех из сектантов сторониться, либо с ними вступать в разговор? Как себя вести, когда с тобой встречаются Яговы на улице? Ну, свидетели Яговы они называются. Правильно их называть лжесвидетели под именем Яговы. С ними легко разговаривать, если вы знаете, как. Вот на эту тему у Олега Синяева хорошо там все сказано, вы зарядите и найдите. Это протоиерея Олег Синяев. Вот. Он хорошо это знает. У меня это во втором томе открытым оком все написано. Как беседовать с сектантами. Мне приходилось беседовать, они на дом приходили, сколько человек стали православными и батюшками стали. Вот так. А надо ли просить благословения своего батюшки, чтобы сходить к ним туда в собрание и проповедовать? Очень желательно, чтобы вы одни не ходили. А может с вами батюшка сходил бы. Самое правильное из них баптисты, потому что они только от православных отошли. А от них вышли уже адвентисты. Они сохранили все заблуждения баптистки и своих добавили. От адвентистов свидетели Иегова. Они еще все заблуждения добавили. А баптисты прямо вышли. У них учение о троице, верят в душу, верят, что есть рай и ад. То есть им не хватает только священства, епископа, чтобы рукоположение было. Они очень хорошие люди. хорошее. Нет, люди они хорошие. Они заблуждаются, просто в темноте ходят. я говорю, как семьянины хорошие, на работе. Но они в этом вопросе не правы. Потому что они не церковь. Церковь там, где есть епископат. Что ты его признаешь. Даже епископ всех убьют, а ты признаешь, ты в церкви. А то признаешь именно. Вот сектанты чем отличаются? Что они отрицают институт священства. А зачем? Любого изберем. Мы все у Бога цари и священники. Ну, правильно. 5 глава, 10 стих Откровение. 1 глава, 6 стих говорит. Это в духовном плане. Мы царствуем над грехом. Побеждаем его. И священники мы приносим духовное жертву Богу Духом Святым. Одно с другим не надо путать. Мы постимся от всякого греха. Но постимся и телесно. Не вкушаем. Вот сейчас пост идет. Вот нельзя сейчас то есть другое. И мы должны соблюдать. Потому что мы православные. Хорошо. Что такое еда? Что такое нескоромная пища? Это слабость. Чем отличается обезьяна от человека если ей положить Обезьяне положить и сказать завтра ты будешь самая хорошая одетая теплая. Но эта штука должна долежать и завтра. Обезьяна не договорится она его ночью съест. А человек в разумности своей должен понять Да плод очень хороший но я заключил завет с Богом по которому я должен дотерпеть до завтра а завтра будет нечто но остается только в этом перед секретом Я сейчас закрою чтобы светлее было открою Говорите говорите Я сейчас включу свет Вот так чтобы видно было Ну правильно Видите как сектанты говорят так Ну какая разница какая пища Лишь бы на есть Но ведь мы знаем что у Адама уже как бы образно сказать одно можно было есть другое нельзя И мясное после потопа только начали есть А есть люди которые не едят там свинину Вот мусульмане они называют кто есть свиноеды Зачем ты это ешь? Павел говорит соблазняется Не буду есть мясо пить вина вовек чтобы не соблазнить И вот у моей сестры у нее корова там была А на улице живет баптистка Старая там Баба Марфа Ну она моя сестра то и говорит Баба Марфа у нас Страстная неделя сейчас но молока там много у вас нету я тебе дам сметаны творога и ты его сохрани еще еще три дня и будет Пасха да конечно я же была православная я знаю ну и она дала и все проходит время еще Страстная пятница она говорит Валя прости меня я ведь поела не воздержала ну что с нее спрашивают а говорила разницы нет значит есть разница воздержанием а у нас так вот Великий пост а есть Петров пост летом и нельзя есть Молос а я в деревне у меня я начальник детского лагеря основатель детей привез сметаны охота дать я не могу я православный ну мы стараемся там рыбой заменить халвы там покупать мне этот пост не нужен он не евангельский пост но я православный и все вопросы сняты я обязан строжайше выполнять все вот так сейчас можно очень много заменить всяких искусственных вещей там можно так наесться мы же понимаем что если ты кашу вот столько навалишь это то же самое ну от брюха наешься это что же нехорошо я расскажу интересный случай я был приглашен в Америку Фенэйр из Финляндии летели когда ну и стюардессы разносят там разные сосиски то другое но я знал английский я и говорю у нас не положено сейчас а после то что можно я говорю только растительное ну я сказал опять уткнулся там считаю сижу гляжу одна подходит вторая несут мне ягоды орехи там к людям два раза подходили а ко мне четыре раза подошли сами улыбаются вот и все дальше я лежу в больнице после операции подошли и приносят манную кашу я говорю она на чем ну как на молоке я говорю нельзя сейчас пост рождественский да вам еще отдельно готовить буду то уже по другому там улыбку а здесь что тебе дали то и жри я говорю я не буду есть как не будете я говорю ну тут осталось там четыре дня до поста я и так пролежу подумаешь там а так они забегали а что можно я говорю картошку нечищенную только шибко не разваривайте они все сварили там узнал врач соку принесли томатную вообще вот как бог делает а я слышал такое как два монаха пришли куда-то в гости и во время поста им тоже накрыли и младший спрашивает очень можно ли нам вкусить этого мы же сейчас в посту находимся а хозяева-то смотрят как два благочинных человека отпочивают гостинцы он говорит ешь ешь раз мы в гостях ну что ж теперь не обижать же людей вы как считаете если ты пришел к языческому это бред не пьяный старух никогда не под каким видом как сыновья это седьмая книга второй книги это седьмая глава второй книги Маковейской никогда это мы гости а зачем тебе за стол было лезть ты бы сказал дайте мне хлеба я пойду обиди чего-то утро были я согласен что на собой можно понуждаться но есть такое понимание если ты будешь есть жертвоприношение чье-то языческое ты конечно с ними находишься в блуде вкушая это дело но здесь ты приходишь не показываешь свое какое-то неуважение вот бороду расчесал сел среди гладких вобритых они скажут ну православные вообще зазнанались то есть не обижаешь эти вот этим своим чеванским бросьте эти бредни вот как-то можно обижать-то ну допустим я пришел ну по неволе я оказался там я привез на машине их сына из больницы ой за стол садитесь я печник 40 лет печником был а печник работает целый день его угощают пост я говорю у нас это нельзя нельзя а почему я говорю вы не знали я начинаю свидетельствовать ой я тогда уберу тут наоборот ты попал туда немедленно им скажи я говорю люблю когда на кусту растет своими руками да мы сейчас нарвем там смородины что-то я говорю не надо разрешите зайти в сад ой да пожалуйста я подошел нарвал взял кусочек поел мне хватает этого никогда на это не идите да вот скажут это их дело дружба с миром есть вражда против бога все кто любит мир в том нет любви очень ты кремень ты соль мира какая соль ты расквасился под каблучник ни под каким видом если я попал туда я не в тюрьме бог мне сделал в тюрьме там вообще еще кормят я говорю не положено все так когда наступило благовещение они рано пришли заключенные там с дубаком так открыли кормушку и они взяли такая рыба мне целое блюдо попадали так я вся камера питалась я им сказал на благовещение можно а который не изледок а я пищу просто отдаю так наркоману ой у меня таким я три дня уже дуплюсь по две порции ем я ему отдам да бог с тобой тебе ничего не будет но все видят это не игра как вы к другому относились а? как вы к другому относились ну я с ним встречался беседовал у меня 20 том книги моих бесед были с ними это энциклопедист это великий человек но у нас с ним были расхождения он считал что вот там это можно там нельзя вот так то другое я показывал по библии он это был большой человек огромного ума еврей 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 мы все евреи это в раму же мы все нет это евреи у него отец и мать еврейки Александр Мень Мень означает Налим рыба Налим у меня аудиобеседа на нашем сайте зарядите сайт во свете библии и там найдете Александр Мень я с ним беседую сижу вам будет очень интересно послушать у него было что-то благовидное благообразное да именно так это большой человек его когда убили мне сразу телеграмму прислали оповестить но я уже не мог поехать это был большой человек энциклопедист вспоминает водки наливает нельзя же поминки там умер человек налили прости Господи помени вот на царстве прям нельзя я был когда в Нью-Йорке мы за столом сидели тут митрополит епископы сидят ну они вина налили в стакане а вино такое темное прямо коричневое я не знаю какое я говорю я не пью они говорят а мы знаем разговаривают что ты вино считаете за грех а если вино считают за грех то со мной разговаривают по-другому вино это не грех вино на радость сотворено я говорю я не пью а надо выпить ну я выпил я говорю так у меня жена квас крепший готовит ну и все а они мне что могут сказать больше не пей у нас попов пьяниц своих хватает они проверить меня хотели проверить только и всего все-таки на поминках он говорит прямо на поминках надо ли водку ставить с кутьей рядом нельзя тем более на поминках водка вообще не должна быть водкой ты можешь натереть только обмороженного человека если где будет а тем более на поминках на поминках нужно говорить о спасении души покаялся или нет должна быть скромная пища какая водка поминать это не поминать ты ему огонь в воду разжигаешь у нас знакомый повесился такой благобразный благовидный отец у него такой на Александра Мелия похож украинец ну по выходу из украины а это повесился сейчас будет 40 дней имеем мы право молиться за него нет нет только только родные в келейной молитве дома и то с оговоркой господи прости меня что я молюсь этот человек не имеет покаяния хуже самоубийств никого нету а я вот дома молюсь за него ну дома вы сами про себя скажете все равно может быть никакой роли это уже не играет но для утешения самого себя а что сегодня говорят за самоубийством молиться церкви подавать это все выдумка этого никогда не было их хоронили отдельно за кладбищем на этого сожре кремировали его сожре кремировали ну все а кремировали тем более церковь даже не молится о таких я спасибо то есть кремация запрещена категорически запрещена мы вот когда ездили я составил договор о моем теле что от тела моего нельзя брать никакой счастья нет переливания крови как привезли чтобы домой перевели это на немецкий английский французский языки все перевели это дорого обошлось и везде нотариус заверил если я в Германии умру чтобы меня привезли не трогали ничего от меня и где меня похоронить рядом с мамой показал ну я не умер акт этот у меня остался завещание по смерти хорошо а вот матрона пишет придите ко мне все нуждающиеся она не заблуждается призывая к себе помимо господа грубейшая грубейшая абсолютно немыслимый грех христос говорит 11 глава 28 стих евангелия от матфея придите ко мне все нуждающиеся обременные вот это есть гордыня и прелесть вот здесь прямо гордыня и прелесть сатанинская замена христа грешным гнилым человеком а как вот себя когда вот теща там жена идут к этим мощам быстрее чем к христу можно ли останавливать надо ли делать поучение в этот момент надо надо остановить их остановить если она была один поклонилась это довольно скажи хватит тебе отойдет очередь отдельно сходишь там когда пошли ну что ты я сутки стояла к мощам ну еще какая ты была такая осталась о мощах вообще разговор другой господь сказал прах ты и в прах возвратишься все мощи надо изъять и с счастью с песнопениями похоронить там под храмом христа спасителя вот как надо сделать я сколько об этом говорю так на меня злятся попы потому что это бизнес доход вопрос у нас царские дни были в Екатеринбурге Николая я был на трёхном суде в этом году спасибо мы там были были мы там на Ганиной яме ездили как вы считаете надо ли это делать привлекать ли нужно ли людей туда ну призывать не надо не надо зачем призывать оно я был там я хотел своими глазами увидеть я его почитаю я ему молюсь каждый день это я но никого к этому царю Николаю его святому семейству я просто так понимаю но никого я туда не приглашаю не зову и Осипов преподает профессор он этому не верит он считает канонизация это ненужное но это его право а я считаю так ну и что из этого мы всё равно не враги Осипова я с ним практически начал слушать но я вижу его как-то как-то нейтрально вот вы так ревностно относитесь прямо не поддельно всё у вас а у него как-то вот он как-то с облака какого-то венщает он сидит на облаке и вещает спокойный такой что спасение в нем нету страсти как Господь сказал если бы ты был горяч или холоден ты не холоден не горяч вот он не любит таких средних он любит тех кто ну либо сражается за православие либо сядь послушать но вот спросите его зачем он носит масонский галстук и почему он бреется 80 лет бритье это блудодейная ересь вот смотреть на вас как приятно какая борода есть посмотри на иконы на Христа на апостола пророка все с бородами это мужская честь спасибо да я встретил огромное ну ты что посмотри на кого ты похож я говорю ты на кого похож сейчас я на них смотрю на гладких этих 90-летних пенсионеров они смешные мне вот просто смешные гладкие как они говорят что ты знаешь брови тебе не распут а в бородовстве значит могло так угодно могли ли брови у тебя такие быть понимает молча так еще вопросы есть какие сегодня все наверное все когда будете в следующий раз пожелайте сначала напишите под скайпом здесь я свободен ли потому что я очень занятый и меня просто ну никак с одним разговариваю бывает несколько звонков с других сторон идут хорошо спасибо я просто рад что познакомился с вами так что этот ролик вы увидите на следующей неделе а может быть через полторы недели вам будет интересно еще раз прослушать и вы увидите как радостно жить когда у тебя путеводительствует дух святой по святой библии спасибо храни вас до свидания спасибо 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 спасибо